Что такое любовь? Люди женятся из такое называемое слово «любви», потому что между мальчиком и девочкой произошла какая-то так называемая любовь. То, что люди как бы называют. Люди потом живут с этой любовью, и потом, где-то после жизни, когда настает настоящая реальность, где-то эта любовь иногда остается, или иногда оно исчезает. Как говорил один, одна жена спрашивает своего мужа, мой другой, ты меня любишь? Говорю, да, конечно же моя жена, конечно же я тебя люблю. Она говорит, с того момента, как мы с тобой вышли замуж, после того, как ты мне последний раз сказала под хупой, что ты меня любишь, после этого я типа не слышал, что ты меня любишь. То отвечает муж, слушай, дорогая, после того, как у нас была хупа, ничего не изменилось? Если что-то изменить, я тебе сообщу. Я тебе сообщу. Разве это любовь? Разве это любовь? Муж не говорит ничего. Это что-то в сердце, человек говорит, что да, я в сердце люблю, в сердце люблю. А что такое на самом деле любовь? А что такое любовь? Какое-то чувство, какой-то связь с другой, как бы мальчиком по отношению девочки, девочка по отношению мальчика. Что это такое, в принципе? И зададим, может быть, другой вопрос. Любовь, которую мы видим или видели, как мы уже сказали в прошлом уроке, наш Рэбе Голливуд. Как она продает любовь? Она по-настоящему есть любовь? По-настоящему есть любовь? Как нам на самом деле Голливуд продает любовь? Голливуд продает нам любовь. Мальчик познакомился с девочкой. И понравился. Она была такая красавица. Она была такая умная. Она была такая и тадай, и тадай. Он влюбился в него. Пошел за ней, бегает за нее, за ней и так далее, и так далее. И потом просит его на колени в свою руку. Я хочу провести весь мой жизнь с тобой, мэтр. Это и есть тот любовь. И потом называет его I love you. Я тебя люблю. Как мы уже сказали в прошлом уроке, все эти слова, которые в Голливуде нам продают, оно, как мы знаем, в реальности это все не то. Точно так же, как кровь в Голливуде, оно кетчуп. Точно так же, I love you, это есть кетчуп. То, что такое на самом деле настоящая любовь? Что такое настоящая любовь? Я бы хотел заметить тут очень интересный момент. До того, как мы зайдем в объяснение, что такое по-настоящему любовь, я бы хотел заметить один очень интересный момент. А именно, посмотрим на наших предков. Посмотрим на наших бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Как они выходили замуж, как они женились. Настолько мне известно, настолько я знаю, они не встречались так много, как сегодняшний день. Сегодняшний день, если мы возьмем религиозную пару, они встречаются три раза. До, может быть, если пойдем до нерелигиозности, до трех лет. Они встречаются с большими девушками три-четыре года. Может быть, потом они решат жениться. Это сегодняшнее состояние. В религиозных кругах они встречаются три-четыре раза. В хасидских кругах это еще может быть меньше. В нерелигиозных они встречаются годами. И потом, да, понравится, не понравится. Что будет? Бог знает. Наши предки так не были. Наши предки, они смотрели, что бабушка звонила, понравилась какая-то девочка звонила, узнай меня, кто это, что это, какой у нее характер, что это, спрашивает у нее про нее, как она ведет тебя, как она в школе, как она это, как она дома и так далее, как она с друзьями. И все. Мне с хорошей девочкой мой внук. Пожалуйста, посмотри. Потом родители начали знакомиться. Потом этот мальчик и девочка, может быть, до свадьбы один-два раза встречались и все. Все узнавали, как. Что? То, что хороший мальчик, хорошая пара, подходящий друг к другу. Посмотрим. Закрываем ворт. Свадьба. Государь. Посмотрим на число просто... Я просто говорю то, что... Логически просто подумаем. Число разводов, которое было тогда. Наших предков. И число разводов, как у нас есть сегодня. Мы думаем то, что сегодняшний день нужно влюбляться. Сначала нужно жить несколько лет, а потом, может быть, да получится. Может быть, что-то этот. Значит, практически так не были. У них была намного крепкая семья, чем сегодняшний день. Может быть, у них был какой-то секрет. Может быть, они знали того, что, может быть, мы не знаем. И не только это. Давай скажем то, что мальчик и девушка сегодняшний день встречаются годами. Факт, то, что они будут жениться. Они думают то, что, да, я посмотрю, подходящий, не подходящий, влюблюсь в него или нет. Оно действительно будет? То, что после свадьбы даже если у тебя появится какое-то чувство, какое-то это останется? Так действительно строятся настоящие отношения? У нас есть куча примеров, дорогие друзья, то, что оно действительно не так. Куча знакомых, которые вот так, когда мы ходили, встречались и после свадьбы, не дай бог, не дай бог, все походило абсолютно не так. Встречаются, через два-три месяца развод. Встречаются, и потом, не дай бог, после свадьбы такие истории, то, что ашемиш мурвиатсиль, даже ушам тяжело слышать такие вещи. Да? А что же настоящая любовь? Что мы называем настоящей любовь? У нас в Торе, как мы знаем, оно есть, наша Тора есть аксиома всего. Творец, создатель этого мира, он уже написал свои Торы, кто такой мужчина, кто такая женщина, что такое свадьба, что такое отношения. Все абсолютно написано, любые вещи нашей жизни, все то, что касается семьи и несчастья, он все абсолютно написал, кроме детально описавшихся всех абсолютно деталей всего этого мира. Потому что он есть Творец этого мира, и он сам забыл со своей книжки, что такое свадьба, что такое, что же происходит, когда мальчик и девушка, в принципе, встречаются вместе. И давайте посмотрим, когда произошла первая, так называемая, свадьба или первый связь между мужчиной и женщиной в истории человечества. Описывает нам Тора, кто это было? Это было Адам и Хава. Адам и Хава, первые люди, которые жили, или Адам и Эва, как называют называют это. Они жили в Ганеде, они жили в Ганеде. Творец сотворил Адама и называет Тора очень интересным образом. И задумываясь, в принципе, чисто без никаких комментаторов, чисто задумываясь, просто на это по сути, нам уже проявляется вопрос, что оно значит. Говорит Тора нам так. И творец создал по образу своего Бараутам, создавал их, даже по образу своего, по образу Творца, создал Творец их, ОТО, извините, ОТО, его. Создал он его. Теперь смотрите, что тут написано. Захар у некева Бараутам. Мальчика и девочку создал их. Подожди, подожди, что он написано? Бараута создал его, кого? Адама. И потом написано. Мужчину и женщину создал их. Как это? Его? Их? Что было? Два человека? Один человек? Что тут происходит? Объясняли нам наши мудрецы, Медршаба, то, что это вопрос, оно на самом деле заключено, там есть большой-большой секрет. Что именно секрет? То, что Творец, когда, когда создал первого человека, Адам и Хаву, они не были разделены. Они были прилеплены друг к другу. С одной стороны был мужчина, Адам, с другой стороны была Хава, прилепленная к ней. В сегодняшний день, в 21 веке, чтобы спросили женщина, а кто была спереди? Кто была важнее, Адам или Хава? Это был вопрос сегодняшнего поколения. Не важно, кто был спереди. Но вопрос, его создал Творец, не ее. Его создал, да? Что было ясно. Его создал, да? И он был с одной стороны, и к ней сзади была прилеплена она. Женщина была прилеплена к ней. И как мы знаем, история после творения мира и так далее, после творения человека, Творец разделяет Адама и Хаву. Обычная история, как мы знаем, то, что Тива Творец взял отец его ребрышек и из этого сделал как бы Хаву, но это на самом деле не так. Если посмотрим на Мудрецах, это не то, что его ребрышку взял. Он разделил Адама на две части. На том, то, что как Хава разъявлялась на самом деле сзади ее. И он разделил Хаву от Адама и поставил Хаву перед Адама. Это то, что произошло, и они соединились, и у них рождаются дети. И тут мы задаемся вопрос. Почему нужно было творчество создавать человека таким образом? Первый человек, Адама решен, создаются как мальчики, мужчины и женщины. Они прилеплены друг к другу. Творец разделяет между ними. И потом для того, чтобы они жили как вместе. И потом давайте посмотрим, что написано в Торе сразу же после этого. После этого сразу же в Торе написано то, что создаётся как бы человек. Создаётся, говорит нам Тора в следующий момент. Из-за этого человек, мужчина, он отойдёт, уйдёт от своего отца и от своей матери. И он будет прилипаться к своей жене, и они станут одной плотью. Повторяю. Первая часть, говорит Творец нам. Хава уже тут. Адам уже тут. Они две. Два человека. Говорит нам Творец. Из-за этого уйдёт мужчина от своих родителей. Тут уже очень интересный момент. В одном пуске сколько информации даёт нам Творец. Это невероятно. Первый момент. Мы хотим шаламбайт. Сразу же после свадьбы мы идём далеко от наших родителей. Не потому что они плохие, не дай Бог. У нас здесь большие уважения хорошим родителям. Да то строится сейчас семья. Вы знаете, когда есть стройка новая. Сразу же ставится большими буквами. Осторожно. Опасно. Тут идёт стройка. Стройка чего? Свадьбы. После свадьбы. Семьи. Не строим тут сейчас семью. Говорит нам Тора. Уходи далеко от папы и от мамы. Уходи потому что ты сейчас должен построить дом. Теперь. Что написано? И он будет прилипаться. Дебук. Лейдобег, дорогие друзья. Это от слова клей. Прилипаться. Приклеиваться. Он будет прилипаться к своей жене. В июле басарахат. И они будут превращаться одной плотью. Значит это есть в принципе вся микросхема. В принципе всего нашего. Как бы нашей второй половине. Всё то что с того момента происходит нас. Из-за этого уйдёт мужчина. Прилипаться и будет одной плотью. Во-первых наш первый вопрос. Зачем нужно было Творцу делать таким образом? То что разделить и потом прилипать. И потом. Как бы. Адам и Хаба опять как бы вместе. И так же будет в каждых поколениях. В чём тут секрет? Что тут вообще происходит? И что это значит. В июле басарахат. Они будут превращаться одной плотью. Что значит быть одной плотью? Говорит нам наши мудрицы дорогие друзья. Что то такое когда мужчина и женщина были разделены. И то что они были изначально не вместе. На самом деле секрет заключается в том. То что Адам и Хаба. Будущим первыми людьми всего человечества. Творец делал таким образом. То что Адам и Хаба. Они должны были быть в буквальном смысле одной плотью изначально. Одной плотью в буквальном смысле. То что они были прилиплены. Не только это одной. Они были одной душой. Все было абсолютно одно целое. Другими словами. Если было Адаму что то больно. Было Хабе тоже больно. Когда ему было приятно. Ей тоже было приятно. Это было одно существо. Когда у меня правая рука. Руки больно. Я не говорю то что левая. Пусть будете вы больно. Нет. Это одно тело. Одно тело. То что так же было Хаба и Адам. У них души все было абсолютно одно целое. И теперь. Творец сделал это специально так. Первым разом. То что первые люди должны были быть там. Таким образом. И потом Творец разделяет их. Творец разделяет их. Для чего? Для того чтобы. Сейчас мужчина и женщина. Являясь двумя. Две разными как бы персонами. Что потом они присоединились друг к другу. И чтобы они стали. Опять таки. Точно так же. Так Адам и Хава. До разделения. А именно. Одной натурой. Одной персональности. Одно именно существо. Тогда когда. Мужчина что-то будет больно. Женщина будет больно. Женщина больно. Мужчина больно. Быть одной целью. Это то что Тора нам говорит. И они соединяются вместе. И что? Объясняющие мудрецы. В них заложено уже. Изначально от Адама и Шона. Что такое быть. Одной плотью. И сейчас у них работа как? То что они два персоны. Которые в принципе противоположны. И тем то что они стараются. Вместе. Создавать семью. Через. Сейчас поймем через что. Мы называем сейчас это любовь. В нашем случае. Мы сейчас дожим понять. Что это такое. Как это работает. Будут прилипаться. Мы дожим понять что это. Прилепление. Как это. Тем то что они будут прилипаться. Они станут одной плотью. Так как изначально. То что они будут близки. Настолько они будут. Это то что как Адам и Хава. Одно именно плоть. Идем еще дальше глубже Не только это, дорогие друзья Это не только то, что между отношениями происходит таким образом То, что настолько люди понимают друга Настолько они становятся именно близкими А даже в духовном плане оно так Рамбан пишет то, что души, мужчины и женщины Они изначально одно целое на самом деле До того, как они спускаются в мире Творец разделяет их Мужчина придет в одной теле, женщина в другой теле И потом они соединяются вместе Из-за этого это не то, что я беру чужую на самом деле жену Чужого человека Это часть моей души Это часть моей души И понятно, что над меня надлежит Сейчас мы поймем, что Но мне нужно проявить это Мне нужно работать над собой Мне нужно вот этот клей найти Вайдабегбей что? Чтобы потом я опять стал каким? Одной целым Одной целым Теперь Мы называем это слово любовь Задаемся вопрос Что такое любовь? Как это приходит? Что это? Дорогие друзья Как мы знаем Иврит Оно Святой язык Через чего Творец создал этот мир Язык, который настолько святой То, что его каждая буква Каждая его Как он пишется Где он пишется Каждая вещь абсурдная Есть свои значения Мне же неоднократно сказали В наших уроках Есть гематриот Софейтеот Рашейтеот Есть много-много вариаций Всего Так, как можно понять В Лошона Кодыш Настолько он святой В Лошона Кодыш Если возьмем Слово любовь Как пишется? Пишется АЛЕФ ХЕЙ БЕТ ХЕЙ Посмотрим Сколько число Гематрии Слово АХАВА АЛЕФ Это один ХЕЙ Это пять У нас получится шесть БЕТ Это два Это у нас получится восемь И ХЕЙ Это опять-таки пять Получится все вместе Тринадцать АХАВА Гематрия Тринадцать Что мы сказали только что В послуге, дорогие друзья В ИЮЛЕ БАСАР ЭХАД Они будут Одной плотью Одной плотью Возьмем Букву Слово ЭХАД АЛЕФ ХЕЙ ДАЛЕТ АЛЕФ Гематрия Один ХЕЙ Это восемь Получится у нас Девять ДАЛЕТ Это четыре Опять-таки Тринадцать ЭХАД Равняется АХАВА Любовь Любовь Равняется Один Значит Любовь Это значит То, что Мужчина Женщина Становится Одной плотью И ВАЙДАБЕКБЕЙ Что тогда Написано То, что Они будут Прилипаться Друг к другу Это значит То, что Они превращаются В друг к другу Одной плотью И это То, что Называется Любовь Дорогие друзья И я хочу Сейчас вам Показать Еще Глубже Вещь Мы все Знаем Историю Авраама Вейну Так как Он послан Для своего Сына Ицхака Чтоб Элиезар Его раб Нашел Жену Элиезар Идет Ищет Стране Где Авраама Откуда Авраама Вейну Пришел Ищет Жену Для Ицхака Для своего Сына Приводит Его жену Приводит Дома И Что написано Что мы Видим Там То, что Асарай Ривка И Яков Ицхак Извините Они Абсолютно Не знали Друг друга Они Вообще Не знали Друг друга Да Они Знали Друг друга Но что Элиезар Увидев Настолько Она Хорошая Настолько Она Ведет Тебе Таким Невероятным Образом Настолько У нее Большое Есть Хезет И все Добрые Дела Которые Она Делала Именно С ним Что Он Сказал Да Это Есть Именно Подходящая Жена Для Сына Моего Хозяина Для Сына Моего Хозяина Теперь Смотрите Они Не знали Друг друга Они Не знали Абсолютно Ничего И Ривка Заходит В доме Ицхака Я хочу Вам Показать Что Написано В этом Посуке И Сейчас Мы Поймем Невероятно Большой Ключ Ко Всему Этому Говорится Посуке Следующий Момент Ицхак Привез Ицхак Своего Будущую Жену Ривку В шатре Своей мамой Сары Войках Это Ривка И он женился Войках Это всегда Слово Как бы Имя которое Значит Войках Киха Мы знаем Что я Войках Это значит Делать Свадьбу Они женились Да По закону Как мы уже сказали В прошлом уроке Войках И Тревка Ватхилу Лейша И она Встала Женой Ицхака И теперь Смотрите Вае Эхавея И после Этого Ицхак Начал Любить Е Значит Изначально Что происходит Ицхака Вин Уберет В своем Шатре Кого Ицхак Ваевее Нету никакой Любви Нету Ничего Абсолютно Они женились За любви А за чего-то Нет Он привез Его дома И потом Женился И после Времени Ицхак Начал Любить Ее Значит Любовь Это Какой-то Процесс Который Мы сейчас Должны Понять Что это За процесс Но Явным Образом Торана Показывает Любовь Это Не вещь Которую Мы сейчас Называем Любовь Ицхак Приводит Женится Они вместе Они все Они живут И после Времени Он Начинает Любить ее И только После этого Написано И он Успокоился От После Смерти Матери У нее Был покой После Смерти Своей Мамой Теперь Что за Процедура Что это Происходит Здесь Мы хотим Дойти К чему-то Значит Ахава Любовь Так называемая Она Приходит Через Времени Как Он Приходит Что Это Такое Как Ему Прийти Мы Уже Поняли Что Ахава Это Единство Когда Это Единство Происходит Мы Уже Поняли Тора Нам Говорит Не Во Время Свадьбы До Свадьбы Это Нет Ица Говорит Нет Любви Любовь Потом Потом Приходит Так Что Это За Любовь А За Что Мы Женимся Мы Не Зайдем Сейчас В Деталях Как Мы Должны Вторую Половину Найти Тоже Очень Интересный Момент Как Мы Должны Найти Как Люди Могут Через Трех Встречаться И Сразу Решить То Что Оно Есть Моя Вторая Половина Но Люди Мы Видим Как Люди Счастливы И Хорошо Живут Даже После Трех Встреч И Наши Предки Жили Очень Прекрасно Но Наш Вопрос Что Это Дойти До Любви То То Как Мы Зайдем Вообще В Теме Что Так Любовь Дорогие Друзья Я Хочу Очень Очень Важный Момент Тут Сейчас Заметить А именно Мы Должны Осознавать То Что Любовь Которую Сегодняшний День Все Человечество Можно сказать Миллиардами Людьми Называют Давайте Посмотрим И Задумаемся Вместе Оно По-настоящему Правильное Выражение Этого Слова Являйся Ли Любовь Которую Мы Называем Я Тебя Люблю Все То Что Скрывается Под Этим Словом Дадим Пример Пусть Каждый Судит За Себе Мы Называем Нашу Дочку Любимую Дочку Я Я Тебя Люблю Доченька У нас Есть Любовь Определенная Любовь К ней Потому Что Она Наша Плоть Потому Что Мы Любим На Наша Душа И Когда Что Больно Нам Больно Ради Этого И Что С ним Происходит Что Мы Говорим Копора На Все Только Чтобы С тобой Было Все Хорошо Чтобы Волосинка Не Упала Ее Боль Это Наша Боль И Все Сейчас Другой Пример Жена Звонит Мужа Другой Сегодня Она Бень Что Тебя Приготовить Муж Говорит Рыбу Рыбу Можешь Пожалуйста Мне Рыбу Приготовить А Говорит Да Знаешь Почему Я Люблю Рыбу Я Люблю Обожаю Рыбу Обожаю Рыбу Ты Называешь Что Ты Любишь Рыбу Давай Посмотрим Если Ты Любisch Рыбу Если Рыба Будет Больно Теб Больно Ты мне будет больно. Если бы ты любил бы рыбу, ты бы взял бы рыбу, построил бы его, купил бы за тысячу евро, построил бы себе аквариум, поставил бы эту рыбу, поставил бы ему друзей, там, маленьких рыбочек, чтобы он плавал там, и каждый день ты отдавал ему еду, чтобы он не умирал, и если бы, не дай бог, он бы умер, ты бы переживал бы о нем? А что ты называешь то, что я люблю рыбу? Ты любишь по правде рыбу? Не-не-не, ты не любишь по правде рыбу. Ты любишь кого? Ты любишь себя. Ты любишь ауткам, то, что называется, все то, что эта рыба тебе дает, то наслаждение, которое эта рыба тебе дает, это то, что ты называешь любовь. Но извини меня, если это любовь, то ты точно так же называешь свою дочку любовь? Я тебя люблю, когда ты готов все абсолютно ради дочки, ты называешь за рыбу, я люблю тебя, потому что я сейчас тебе 7. Мы понимаем то, что что-то тут не то. Мы понимаем то, что люди, то, что мы называем любовь, это не то, что имеется в виду. Теперь пойдем еще дальше. Если это так, мы осознаем то, что сегодняшний день, когда мальчик говорит, или там, ох, я люблю тебя, моя дорогая, женись на меня, или там, любовь с первого взгляда, и это, и эмоции, и какие-то там, внутренние какие-то там, это любовь. Знаешь, что я сравниваю с этим? Это так, как, можно такое сравнение дать, конь, который бегает за другой половиной, другого пола коня, да? И смотрит на него и захотел, это любовь? Это называется страсть. Это называется сплошная страсть. Все равно что? Мы называем, что это любовь. Тогда ладно, а что такое настоящая любовь, дорогие друзья? И как его приобрести? И что это такое? Что это такое? Настоящая любовь, дорогие друзья, она не любовь с первого взгляда. То, что так же есть любовь с первого взгляда, то, что так же, не дай Бог, можно превратиться в развод с первого взгляда. Потому что это не настоящее. Это всё вещь, которой мы, к сожалению, сегодняшний день перепутали две очень важные буквы. Есть на иврите слово АХАВА. Пишется АХАВА. Есть другое слово, которое начинается с одной буквы по-другому. Называется ТААВА. У них окончание тоже самое, а первые буквы у них разные. АЛЕФ, дорогие друзья, с АЛЕФом, АЛЕФ, ХЕЙ, БЕТ, ХЕЙ, АХАВА – это любовь. АЛЕФ – это первая буква альфавита, АЛЕФ, БЕТ. ТААВА – это страсть. ТААВА, ТАВ – это самая последняя буква в АЛЕФ, БЕТ. Сегодняшний день поменялся слово АХАВА на ТААВА. Сегодняшний день люди Голливуд называют АХАВА, называют «люблю-люблю», но на самом деле имеют в виду «Я тебе желаю» ТААВА – у меня страсть к тебе. Но это не любовь. Мы уже доказали, что это не любовь. Они просто перепутали именно буквами и так живут миллиардами людьми, к сожалению. Так и есть. Теперь, что такое настоящая любовь, дорогие друзья? И как можно к нему прийти? Любовь, дорогие друзья, это путь, который пара совместно проходит после свадьбы. Это путь, который совместно строится, так как мы сказали, пример с бизнесом. Так как два партнера, которые у них есть обоих, один цель – привести эту компанию на высшем уровне так, как они могут. И это есть мужчина и женщина. То, что они строят сейчас отношения между друг другом, настолько-настолько, что они в буквальном смысле превратятся как одной плотью. Настолько-настолько, что когда одной паре будет больно, другому будет больно. Почему тогда, когда твоей дочке что-то не так, тебе больно, а когда твоему мужу что-то не так, посмотрите. Жалко, что они хуже. Дай Бог, какая-то женщина бы сказала. Почему так? Я не знаю, что я тебя люблю, я его люблю. Потому что что происходит? Есть что-то, какая-то разница? А в чем есть разница? Дорогие друзья, один из великих мудрецов, который жил в последнее поколение после Холокоста, Равилео Деслер, он раскрыл в своей книжке «Михтав Миляу». Вот невероятный большой секрет, что такое настоящая любовь. Любовь – это есть фрукт отдачи. Любовь – это есть фрукт отдачи. Это значит… Любовь – это не эмоция, которую я вижу красивой женщиной, бегая за него, как слепой. Любовь – это чувство, ощущение. Это тогда, когда человек отдает. Чем больше человек отдает кому-то что-то, не важно, у него автоматом проявляется к этому вещи, объекту, вещи, человеку, кто бы не был бы, любовь. То, что ему что-то не так, мне не так. Почему мы любим наших дочерей, почему сыновей, почему мы любим их? Потому что мы их отдаем, мы инвестируем, бессонные ночи. Мы отдали все души ради них. Мы свою копейку можем, не будем кушать себе хлеб, мы их отдадим. И когда им что-то больно, мы можем рыдать, нечими днями и ночами, не дай Бог. Потому что наши души, мы их отдали. Приходит нам Тора, говорит, мой дорогой, в первую очередь это твой муж и в первую очередь это твоя жена. И ты там должен построить эту любовь. Как? Через отдачу. Отдавай, отдавай, отдавай. Чем ты больше отдаешь, чем больше ты в конце концов становишься больше принимающим. Чем больше у тебя есть задача, чем больше у тебя есть ацалаха, чем больше у тебя есть успех в шаломбайт. Чем больше у тебя есть успех, чтобы есть мир, гармония, все дома. потому что ни одна из сторон не думает как же я могу получить что-то от другой мою дорогую половину я все время думаю, как мне отдать как мне радовать другую половину мужчина думает, как я могу радовать жену жена думает, как я могу радовать мужа и таким образом мы превращаемся в одной целой и это и есть на самом деле настоящая любовь из-за этого в начале написано он любит, потому что не о чем разговаривать что за любовь любовь с первого взгляда это любовь женит мой за любовь это любовь это не любовь, это не банан это ничего абсолютно просто красота что-то какое-то подтяжение, химия произошла между ними что-то есть что-то есть между ними это не любовь любовь это очень высокий уровень дорогие друзья это уровень, который достигается через времени вот когда родители через 20-30 лет живем вместе дай бог, чтобы пораньше в них ты видишь на самом деле любовь в них ты видишь, когда кому-то что-то плохо другой страдает от этого хочу рассказать вам историю Рав Алия Левин в Грузии являлся в прошлом поколении один из великих-великих цадыг Ярушалаима неврядно большой цадыг дорогие друзья Равар Алия Левин один раз пришел в больницу со своей женой и говорит «Врач, нога моей жены болит нам» врач смотрит на него «Нога твоей жены болит вам» говорит «Да-да-да, нога моей жены болит нам» и он весь в эмоциях и с этим он говорит «Что и ваша нога» «Не-не-не, моей жены болит нам» «Нам больно сейчас, это наша боль» «А давайте, докуда может человек дойти» «Нам больно это все» «Нам больно это все» «Да» «С чему вообще мы хотим» «Что такое любовь» «И к чему вообще мы должны вообще стремиться» Тут поняв этот момент, дорогие друзья это не то, что два человека, которые стоят которые борются после друг друга это два человека, которые идут одновременно одновременно мы идем одной целью Я сейчас вспомнил была правдивая история правдивая история с одним из королев мне кажется, что Льюис IV один из королей Франции королей Франции попросил, чтобы его привезли самых сильных коней из всего мира и после того, как бы это то, что они искали искали в другое время, как бы коней то привезли у одного коня из Египта и другого привезли из арабских стран и король был во всем на восторге в этом и назначили время на то, что вот-вот-вот в этот день король выходит своими конями в своем троне и чтобы все увидели этих невероятных, самых сильных, самых мощных коней и действительно это было, но произошло так называемое неудачный день неудачный день прошел дождь грязь все абсолютно но король должен выйти король вышел и что? король вышел и все люди встречают этот и он сейчас сидел со своими конями в своем троне и к сожалению этот его как бы меркава его как бы трон и сусим и его кони они зашли в какой-то там грязь какое-то болото, какое-то место и они не могли уже выходить оттуда никак не могли выходить старались так, старались так они застряли никак чего не могли представляете такой пуша и какой именно стыд вся по сторонам по сторонам старались и ничего не вышло что делал еврей один еврей был там пошел король и сказал то что король если вы мне разрешите только с вашего разрешения могу ли я вам помочь у меня есть мне кажется идея как я могу вытащить ваших двух сильных коней из грязи которые сейчас упали коробесандр постарается делать там он привез своих двух коней привез двух коней и завязал из этих двух коней из этих сильных коней и ударил на них и они так абсолютно так они это делались быстро начали бегать и вышел король с этими двумя конями и все было хорошо король поймал этого еврея он говорит еврей если мне расскажешь в чем секрет я тебе сейчас будет нехорошо будет нехорошо расскажи мне в чем секрет я привез самых сильных коней всего мира и ты за двух коней они сильнее чем эти мои кони в чем твой секрет такой король говорит очень просто очень просто смотри говорит твои кони которые ты привез откуда ты их привез один из Египта а другой unser арабских стран когда ты удараешь на него как �立ализ not неп unpickінцы коня что он говорит что он говорит их дело ему больно пинг deal его поли дела ему когда ты ему арабского коню travaillешь он радуется и гипетский он радует а spinner они работают вместе они од cocktail и 2 разных местах выросли они каждый думает и что чтоб другому было поля чтоб другой работал больше. У них нету совместной цели. Второй король. Я? Моих двух коней. Я купил здесь, во Франции. Здесь я купил. Но знаешь что? Они братья. Они близнецы. Они вот так. Они все делают вместе. Они знают с детства рождения и они знают друг друга. Каждому больно, другому больно. И за это, когда я ударил одному, он чувствовал, что мы вместе мы должны пойти, вместе мы должны потянуть. Из-за этого был успех. Из-за этого был успех. Это пример, который дает нам на самом деле задуматься, что такое настоящее соединение, когда настоящее именно присоединение именно друг к другу. Теперь, дорогие друзья, когда мужчины и женщины, они соединяются вместе, когда между ними есть любовь, как мы сказали, Ахва — это 13. Любовь — это 13. И Эхад одно тоже 13. Когда мы, я мужчина по отношению к моей жене, я один, я по отношению к моей жене, у меня есть любовь, у меня есть единство, и жена по отношению ко мне есть единство, есть любовь, тогда что происходит, дорогие друзья? тринадцать и тринадцать. у нас есть одна и то же самая цель. Мы соединяем, мы одни. Знаете, что выходит? 13 плюс 13? У нас появится 26. 26 — это число, кематри, имя Творца. Ют, кей вавкей. Тогда, когда есть соединение между мужем и женой, когда есть единство, тогда шхина Творца находится между нами. Шхина Творца есть между нами, когда есть любовь. И когда это происходит, начало всего этого, это когда, когда из еврейской свадьбы, когда мужчина говорит, жене говорят, мы кудешет ли, бетабад, зод, кедат, может, в Исраэль. Этим образом их и души соединяются вместе. И через время, никогда не делая все так, как положено, у них есть этот хибур, у них есть это соединение, тогда Творец тоже есть между ними. Как говорит Гемара, Заха шхина бен Ахем. Если мужчина и женщина удостоились, то шхина Творца находится между ними. Потому что, если возьмем мужчина, как пишется мужское имя, Алиф Иш, Алиф Юд Шин. Женщина пишется, Алиф Шин Хей. Если возьмем мужском имени, у нас есть одна буква Творца Юд, у нас есть в женском имени одна буква Творца Хей. Юд и Хей. Если они удостоились, и они живут кошерными, правильным образом, у них есть единство вместе, и они женились, их души соединены, не то, что 20 лет мы живем вместе, или 3 года мы встречаемся вместе, думаем, может быть, когда мы женимся, когда есть душевный связь между нами. Шхина вместе, мужчина и женщина, одно одно целое. А если нет, не дай Бог, говорит Творец, Юд и Хей. От мужчины уходит, Юд уходит, от женщины уходит Хей. И остается что? Слово Огонь. Эш. Ржут друг друга. Идут боевать просто друг друга. Это то, что происходит. Шхина, когда есть вместе, есть шалом, есть ахва, есть ахва, и все абсолютно вместе. Шхина, шема, когда есть, все есть вместе. И тогда приходит и парнаса, и благословление, и все абсолютно. Но что? Нужно нам соединяться. Нам нужно соединяться между друг другом. 13.13 выдают имя Шема, Юдки, Вавки. И сейчас, как мы можем этого делать, дорогие друзья? Как? Наши мудрецы в многих местах они показывают нам этот очень интересный момент, который связан не только здесь, а очень многих работают человеком над собой, и вообще реальности, в принципе, человека в этом мире. Человек, он состоит из трех вещей, где он может влиять на реальность, на миры, на все абсолютно. Мысли, разговор и действия. Когда мы будем с нашими вторыми половинами одной с любовью и пониманием, нашими мыслями, нашим разговором, нашими действиями, это есть путь к настоящей любви. Начнем первый пункт. Мысли. Человек очень часто вспоминает о том, очень человеку можно делать кучу хороших вещей, мы прекрасно знаем это, но одно плохое дело, человек моментально забывает абсолютно все. Моментально, моментально. Человек, творец, делает человека с рождения кучу хороших, высоких вещей. Один раз, человеку голову заболело, творец, где ты? Где ты? Подожди, а вчера то, что было тебе хорошо, еда была, ты женился, у тебя есть дети, у тебя была работа, у тебя была пара носа, это где был творец? Творец не был тогда. Творец тоже был тогда. Почему ты так? То же самое, жени. Жени. Жена всегда делает нам хорошо. Один раз может что-то делать, не дай бог. Все. Это стоит здесь и не выходит от нашего разума. Дорогие друзья, если мы хотим, чтобы был шалом байт, если мы хотим, что царствовал в нашем доме мир, по-моему, мне это приводится в наших книгах, но я даю этому больше на фокус, потому что, по моему мнению, это есть самый первый камень, который мы должны поставить для шалом байта, это наши мысли. Если мы в наших мыслях думаем негативно, и мы говорим одно, мы делаем одно, мы делаем, может быть, очень доброе дело, но мы в мыслях, извините за это выражение, мы изменяем вторую половину, а именно, что это значит изменяем? то, что говорим одно, но на самом деле другое, думаем что-то другое, тогда какой-то момент это выйдет, это выйдет в словах, это выйдет в действиях, из-за этого необходимо контролировать наши мысли, как я думаю о другом половине, как я могу думать о другом половине? первый тип, всегда вспоминать позитивные моменты, то, что делала на второй половине, мужчина, женщина, женщина, мужчина, всегда вспоминать, всегда вспоминать, о, вау, помнишь, когда вот, я пошел на работе, и был таким голодным, и моя жена не успела приготовить еду, и, она просто пришла, и, и, в этот дождь, в это все, для того, чтобы привезти меня еду, вау, вау, что это за момент был, это был такой невероятный, какой хайсет я от него получил, смотри, сколько меня делает добрых вещей, для меня готовить еду, для меня чистить одежду, следить за детьми, столько дает мне, дает мне возможность изучать, дает мне возможность работать, дает мне все, вау, какая у меня великая жена, в мыслях, и не дай бог, не допускать никакой негативной мысли, потому что это негативные мысли, они опасны, дорогие друзья, негативные мысли, они как огонь, мы думаем, то, что, а, в мыслях я свободный, но если человек, он работает над собой, он осознает, то, что мысль, это есть начало всех наших действиях, это очень опасно, дорогие друзья, жена тоже самое, жена тоже самое, вспоминать о хороших моментах, которые было, тот хороших вещах, то, что он так ввел себя по отношению к тебе, с любовью, отношением, пониманием, со всеми вещами, и тогда твое ментальное состояние отношения к мужу все равно другое, когда он приходит, ты же улыбаешься, не встречаешься с человека, которого он тебя так любит, не встречаешься, как первобитный человек, который вышел только что с этого, встречаешься одеждой, красиво, улыбающийся, даже если что-то не так пошло, то сюда, чтобы обрадовать его, и тогда он знает, что у него такая жена, как любит, это больше добавляет, что больше добавляет связь между мужчиной и женщиной, это первый, очень невероятный, большой момент, дорогие друзья, контролировать свой разум, что в разумах у нас был чистота, и ни в коем случае не обманывать другую половину, дорогие друзья, вы должны знать, мы можем всех обманывать в этом мире, особенно это касается мужчин, всех мы можем обманывать в этом мире, есть двое, которые знают сто процентов кто мы есть, жена и творец, их ты в жизни не обманываешь, у женщин есть ЦРУ в голове, у них есть сенсоры в голове, они осознают, где ты ешь, что ты ешь, они тебя понимают, как сенсор, что ты вообще дышишь, вообще весь твою сущность, и если ты думаешь, что ты делал что-то не так на улице, она этого не видит, она, ты придешь, она тебе такой по башке даст, она такой тебе приготовит, тебе какую именно сковородку уже готовую, она не знает откуда что, но она чувствует что-то ты там не так сделал, и потом думаешь, откуда эта сковородка на голове пришла, откуда это удар, откуда что, она тебе знает, все, все абсолютно, никуда не убежи, потому что творец подарил им особенную вещь, с которой они чуть-чуть, как пророки, дорогие друзья, пина етера, творец подарил им невероятный мир, пина етера, это может быть еще, пройдем с вами, когда мы пройдем про качество женщин, ни в коем случае быть крестальниками на подношении жене, я хочу вам рассказать одну историю, которая мне лично невероятно сильно помог, когда я женился, я не расскажу, кто это был, но мне рассказали историю, которая мне так просто задел, вау, я думал, вот я хочу именно быть именно жизненно так, говорю за то, что пара, муж с женой, когда, когда, один раз, жена говорит, приходит домой, и говорит, рассказывает мужа, то, что смотри, говорит, я был сейчас в автобусе, и какой-то муж, мужик со мной, знакомый наш, начал со мной разговаривать, начал со мной разговаривать, и мы разговаривают, то сюда мы вышли, если я пробовать детально, то была так история, то, что внука там, внучка там спрашивает, то, что ты рассказываешь о нем, типа, что-то, говорит, а что будет внук, внучка, то, что если потом узнает, то, что твоя жена разговаривает с каким-то мужчиной на улице, что будет подумать, то, что я разговариваю с кем-то на улице, я хочу быть креста, на чисто по отношению моего мужа, и то же самое муж по отношению жене, произошло что-то не так, чтобы, не дай бог, не вышло какое-то потом недопонятие, быть крестально чистым по отношению друг друга, быть честным по отношению друг друга, это первый момент, чистота мысли. Вторая вещь, дорогие друзья, разговор, разговор, что такое разговор, когда мы хотим построить отношения между друг другом, наши мудрецы говорят, хочешь наладить с кем-то хорошее отношение, ты хочешь, чтобы кого-то полюбил тебе, или хочешь быть с ним в хорошем связи, общайся с ним. Хотела ему хорошие вещи, будь именно с ним в хороших контактах, общение, общение, это то, что прилипит к тебе другому. Вы же сказали, по моему мнению, разговор слова, это как клей, бум, прилипает друг к другу. Общение, как мы общаемся с нашими мужами, и мужем по отношению к женам. Уважительные слова, дорогие друзья, уважительные слова. Муж, делал что-то, хороший подарок, хороший этот, спасибо тебе за это. Большому, к сожалению, большому, к сожалению, должен сказать, и болью, многих людях, понятие благодарность, это то, что, я тебе что, я тебе что, экстра что-то делал? Дорогие друзья, а ты мне вообще ничего не обязана. Ни один человек, никому ничего не обязан, мы должны это осознавать. Когда муж что-то делает, это не потому, что он обязан этого делать, он должен этого делать, больше он должен был бы меня делать. Купил тебе машину, купил тебе этот, смотри, а чужой там, муж у него расстройство купил, а он мне только всего лишь там, рейнджровер купил. Come on. Будь благодарным, все то, что муж тебе делал. Скажи спасибо на любой деталь, привел тебе конфетку, спасибо тебе за это. Сказал что-то это, спасибо тебе за это. Муж что думает, ну, уже, вау, ценится. Все то, что я делаю, есть к этому цена. Если я делаю, что-то это нет, копейки его не стоит. За что мне прийти дома? За что мне делать еще? Благодарность. Уважительный разговор. Пожалуйста. Ты привез что-то, на столе поставила? Пожалуйста. Что-то за человек заболел, рифуа шлема, чтобы творить тебя послал. И так, и даже если это в начале свадьбы, таким образом, приятные слова, слова, человеческие слова, отношения, которые проявляют в другом человеке позитивные моменты, позитивные чувства, позитивные это. понятно, что да, мы хотим построить сейчас вот этот совместный вещь, которым мы вместе идем строить нас, наши отношения. Именно таким образом строится позитив, 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 позитив. Позитивные слова. И, пожалуйста, у других появить вот этот тоже хорошие эмоции, хороший этот. То же самое муж по отношению к жене сказал, делал что-то, благодарю тебя за это. Мужчина очень тяжело. Мужчина очень тяжело сказать одно слово. Извини и спасибо. Извини, потому что мужик, он гордый. Полагается мне, качество короля, полагается мне это. Ни к чему ничего не полагается, мудрый вы. Почувствуй себе то, что ни к чему абсолютно ничего не полагается. Чувствуй что? Что ты даром всегда хочешь отдавать. Отдавать и любовь, который приходит, скажи спасибо на это. Спасибо, благодарность, ПВКша, пожалуйста, чем я могу тебе делать. И давайте дадим еще маленький пример. Мужчина идет на работе. Какой приятный будет момент, мужчина идет сейчас на работе и приходит только вечером. Если хорошая, мудрая жена, 4-5 раза она позвонит мужу, где ты находишься, что с тобой, как ты, все нужно это сюда. А что переверешь, если мужчина может позвонить своей жене тоже. Представляете, построить вот именно хорошее чувство жене, хорошее чувство жене. Звонит своего мужа, своей жену, жена. Моя дорогая, у меня есть вопрос, который я не знаю, как ответить этот вопрос. Я уже неделями, месяцами думаю, хожу, уже об стенку удараюсь везде. я не знаю, в чем ответ. Она уже в шоке. Муж, что с тобой? Что за вопрос у тебя? Он говорит ему, ей, моя дорогая, я не знаю, какой у меня была заслуга, чтобы я удостоился такой хорошей жене, как ты. Чак. Отключил телефон. Она, жена, с ума сойдет, с ума сойдет от радости. Представляете, она сейчас ходит, но ты жди сейчас, пиздерзочный отель, такой еду, такой... жена наша все поднялась и этот момент, она остается на веки веков, это вещь, который был у нее в голове не во время встречи до свадьбы, это все могут делать, после свадьбы. Взять, просто такой позвонить, взять, прийти, что-то делать особенное, делать приятное, приятным словом разговор, и очень важно уважительный разговор. Ни в коем случае не переходить плохие слова, ни в коем случае не дай бог, не дай бог, что не вышло что-то унижение по отношению родителям. Шемишмор, это очень страшно, слышать постоянно такие вещи, бля, волосы над ими на нас становятся. Люди начинают там что-то не понравилось и начинают там родословия. Папа, мама, дедушка, прадедушка, Авраамов, иди, 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 твоя жена, шхина, как ты разговариваешь с ней, шхина, это там. Но в чем вся проблема, дорогие друзья? Проблема не сейчас в этот момент, проблема, если мы хотим быть на самом деле хорошими, хорошей семьей построить, нам нужно построить одну, самый элементарный, самый сильный именно чип в наших головах. А это что? Это следующие слова, дорогие друзья. Я хочу, моя цель есть только радовать мою жену. Я хочу радовать только мою жену. В моих мыслях, мои желания это есть. Если изначально мои желания, то, что только радовать мою жену, и жена то же самое, я хочу быть хорошей женой, я хочу быть хорошей женой, как я могу улучшаться по отношению к нему, то этих вопросов уже нету вопросов, то, что он ругается, он так, он ведет тебя, потому что он постоянно думает, как же я могу ее радовать, как же я могу ее делать приятно. Ему не нужно уже расстройство купить ее, ему нужно что, пойти в магазин и купить что, маленькую конфетку ради нее. И это уже радость, потому что хочу ее улыбку сегодня, потому что это радует ее. И таким образом мы становимся одной целью, потому что у нас у обоих есть цель, что я хочу радовать ее, я хочу радовать его. Я хочу быть хорошим мужем, я хочу быть хорошей женой. И вот таким образом оба стороны становятся отдавающей стороной, никто уже не принимает. Мы в прошлой неделе сказали, что пример, когда мужчина, женщина, мальчик, девочка встречаются, они хотят что принимать? почему ты хочешь выйти замуж? Мне приятно от него, мне хорошо от него, он тоже самый, мне приятно от него, мне приятно, мне, 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 я беру, я беру, я беру. Рабель Деслер говорит, хочешь счастья? Забудь слово, хочу взять от другого. После свадьбы мы делаем клик, свитч в голове, отдаю, я только отдаю, я не жду ничего, даже моя жена, что будет мне кофе делать, она делала, спасибо тебе за это. И моей жене нужна помощь, даже если нужно элементарь как памперс поменять, или нужно что-то помочь, да, я иду помочь ему. Это наш совместный дом. Это мы совместно делаем вещи. И третий момент, дорогие друзья, это что? Это масса действиями. Уже упомянули пару примеров всего этого. Действиями, действиями, как мы будем на самом деле чувствовать друг друга, ощущаясь друг друга, понимать, что другому не нравится это, не злить его. Другому сейчас плохо, дай ему поспать, дай ему подумать о другом человеке, делать ему приятные вещи, действиями нашими, думать, как я могу вот этот связь построить. И это не два человека, которые тусуются, где-то один в кухне, один в зале, один в спальне спит, один это, вообще развалено полное. Одно целое. Мы хотим часами сидеть и разговаривать, да, мабая, да, сидеть вот так общаться, чтобы построить вместе этот контакт, чтобы быть одной именно целой. Я хочу закончить одной невероятной вещью, которая мне всегда, всегда дает большой пуш моей семьи, вещь, которую я видел моим знакомым, который, честное слово, это выражение меня просто поразило, когда я его, это человек, который познакомился пару лет тому назад. Я видел, что он вот, он есть именно такой для меня идеальный просто муж, да, а левая, чтобы дошел до его уровня, дай бог. Он сказал мне такую вещь, муж, когда я женился, я сказал моей жене в следующий момент. Все то, что нам нужно в семье делать, все то, что я могу, я делаю. Я в состоянии делать эту вещь, я делаю. Все то, что я не могу делать, мы постараемся делать вместе. Подумайте, мудрость. Он не говорит, это твоя задача, мыть, поломить, одежду делать, детей, еду, не, 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 все то, что я могу, как я могу, в чем, где есть мое место, где я могу помочь в семье, где я могу помочь, и там я могу помочь, все то, что я не могу, я тебе помогу, Песах убрать, сейчас был недавно, дорогие друзья, Песах, Песах, ты не знаешь, как убрать вещи, но вещи подвинуть, передвинуть, что-то делать, делать вещи, которые ты да в состоянии, ты да можешь этого делать, в этом, твое место, где ты можешь помочь, то же самое, она, есть вещи, которые нуждается муж, и ты не совсем, делай то, что ты можешь этого делать, и если каждая сторона будет думать о другом, мой муж тоже самое, я делаю все то, что я могу, то, представляете, какое счастье будет между мужем и женой, это как муж и жена, когда встают, после родов, жена, неделя после родов, бессонная ночь, уже неделями, она не спит, неделя уже, шебешмор, он тоже не спит, а то, что плачут, ему нужно тоже на работу, и так далее, три часа ночи, опять ребенок просыпается, с такой именно сиреной, сиреной, знаете, как дети когда просыпаются, шебешмор, начинается в мозгах уже, ты думаешь, что сейчас это уже полет, ты думаешь, взлетишь сейчас куда-то, что обычно происходит, мужчина говорит, ну, жена, иди вставай, ребенок просыпается, жена говорит, это же твой ребенок тоже, ты вставай, и начинается, и ты, не ты, не ты, не ты, ему нужна еда, ему нужна, настоящая мужа, жена, когда люди любят друг друга, мужчина услышал это, уставший, все, да, но что, спрыгает, спрыгнул у меня с кровати, и хочет приготовить для ребенка еду, хочет приготовить для ребенка еду, да, он знает, сейчас ему тяжело будет на работе, что-то, и жена тоже самое, где они встречаются, в кухне, дорогая, я хочу приготовить, иди садись спать, ложись спать, недели ты не спала, ты родила ребенка, иди, переживай за ним, муж говорит, жена говорит, не, 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 да, я мало поспала, но тебе нужно на вторую работу, они спорят, кто кому поможет, кто кому будет помогать, это есть, это есть тот именно любовь, который каждый чувствует друг друга, каждый друг друга чувствует, дай Бог, чтобы мы достигли, это высокое качество, которое есть, в семье не счастье, это работа над собой, дорогие друзья, это работа, которая приходит, со временем, потихонечку, потихонечку, люди доходят до любви, И дай Бог, что мы достоились, что мы дошли потихонечку-потихонечку и мальчик-девочек, которые встречаются, и у них есть какая-то химия, чтобы мы ни в коем случае не остановились на это. Это только начало пути. Это только начало пути, что мы должны строить с Божью помощью годами. Это строится потом. Потом, когда ты действительно чувствуешь, когда ты становишься одной целью, одной целью, когда ты полностью хочешь отдавать им на друг друга, тогда это есть настоящая любовь. Дай Бог, чтобы все достигли вот этот высокий уровень Ахавы, Любви, и что мы знали, после Любви есть еще высокий-высокий уровень, который мы сейчас не прошли, но мы знали, что есть еще больше уровней. Любовь это только начало. И миллиардами людьми даже не дошли до этого. До этого мы даже не дошли. Есть еще Ахва, Шалом, Ре, Ут. Есть невероятно что большие уровни, которые мужчины и женщины могут достичь вместе. Но это именно первый уровень, дорогие друзья. И это есть настоящая любовь. Дай Бог, чтобы все удостоились, чтобы царствовал Шхинашама в наших домах, чтобы царствовал любовь между нами. И чтобы мы правильным образом подходили к нашей другой половине. И всегда была у нас любовь, взаимопонятие. И царствовал всегда мир между нами. Амакин и Ратсон. Субтитры создавал DimaTorzok